Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что же такого увидел и почему чуть не тронулся рассудком от увиденного. Опытный советский фронтовик, повидавший за годы мясорубки всякого разного. Что могло заставить бывалого человека усомниться в реальности увиденного? Что могло так расшатать его нервы? Знаю, что вы хотите слушать про подвиги и сражения, но все-таки, я считаю, всегда нужно держать в голове, ради чего эти все были подвиги. Всегда нужно помнить, что минувшая и самая страшная в истории человечества война не была просто войной. Это была схватка человечности с чудовищной пещерной дикостью, спрятанная под маской цивилизации. Но начать я хочу с фото, которое вы увидели на обложке этого ролика. На фото, на фоне гор и обуви, людей, которых больше нет и никогда не будет, стоит существо по имени Дженни Ванда Баркман. Существо, которое очень долго притворялось человеком. Работала фотомоделью и вела довольно беззаботную жизнь. Она решила, что свои потребности и склонности она сможет удовлетворить только на службе в СС. А именно, в качестве надзирательницы нацистского концлагеря в Штутгорф. Она лично забивала женщин, узнец концлагеря до смерти палкой и ногами. Она лично отводила маленьких детишек за ручку в газовые камеры. А когда вдруг стало жарко и советская армия была на подходе к Штутгорфу, Дженни Баркман решила свалить. Но в личном деле осталось его фото и остались живые свидетели ее развлечений. Так что свалить не получилось. Ее взяли на вокзале в Гданьске. Она даже пыталась морочить голову польским солдатам и следователю, который вел предварительное расследование, выдавая себя за спасительницу евреев. Но когда половину выживших узников лагеря показали на нее и подробно рассказали про ее садистские развлечения, то жизнь со смаком для нее закончилась. За секунду до казни, когда ей дали последнее слово, Баркман сказала, «Жизнь действительно большое удовольствие, а удовольствие, как правило, недолгое». Понимаете, ей было просто в кайф сотнями истреблять людей, уничтожать в промышленных масштабах и мучить каждого в отдельности, чего ей в жизни не хватало. К ней мы еще вернемся. Ее мы упомянули как яркий представитель того, против кого боролись и ради чего совершали подвиги наши дедушки и прадедушки. Сейчас я хочу зачитать письмо 1-го советского коменданта Освенцима, или советского Григория Давидовича, который был с 1941 года в Красной Армии. С 24 мая 1944 года командир 177-го армейского запасного стрелкового полка в составе 60-й армии. 27 января 1945 года войск 60-й армии освободили Освенцим, а самый страшный из комплекса освенцких лагерей, Беркинау, захватил полк Григория Елли-Советского. Его назначили начальником гарнизона Освенцима, его первым советским комендантом. Вот что писал человек, прошедшую войну, огонь, воду и медные трубы в феврале 1945 года своей жене. «Моя Нинуся, моя Нинуся, вот уже три дня, как я тебе опять не смог написать. На этот раз причины необычные. Мало того, что мы в движении, так то, что я пережил за последние три дня, не поддается никакому описанию. За три с половиной года войны я видел много ужасов и кошмаров. Но то, что я лично видел в Освенциме, этого нельзя было себе представить, даже при самой невероятной фантазии. Представить себе город, вокруг которого устроено 9 лагерей, в которых в среднем по 60-80 тысяч народа со всех сторон мира. Туда достаточно зайти, не только там быть и увидеть этих людей, чтобы лишиться рассудка. Здесь было 4 печки, крематорий, в которых ежедневно сжигали по 15-25 тысяч человек. В дни наибольшей загрузки, когда не успевали в печках сжигать людей, их сжигали в таких специальных цементных ямах, куда людей бросали живыми. В этих ямах сжигали по 15 тысяч человек, людей привозили сюда якобы для санобработки, раздевали и вводили в такие подвалы, расположенные над печами. Там все было устроено, как в душевой. Когда же подвал закрывался, от полутора до двух тысяч человек закрывалась дверь и туда пускали газы. Через 10-15 минут умерших людей подавали наверх, где и сжигали в печах. При этом эти изверги рода человеческого заставляли сжигать свои жертвы из числа обреченных на смерть. Больше того, отца заставляли сжигать своих детей, сына, родителей, а потом и самих исполнителей сжигали. Даже сейчас там картина потрясающая. Везде валяется столько трупов, что я тебе передать не могу. Входил в барак, где лежат в ряд 400 живых трупов. Эти люди лежат несколько дней, и никто к ним даже не входил. Никто им не давал ни есть, ни пить. Они лежали и ждали своей мучительной кончины. Можешь себе представить, какой вой они подняли, увидев живых людей, в которых они сразу же почувствовали своих спасителей. Сейчас развернут там наш госпиталь, куда уже свезли 4000 человек, но это лишь капля в море. А если бы ты видела, что делалось с людьми, когда они увидели хлеб, они ноги целовали, они выли, буквально выли, они плакали, как безумные. В лагере имеется детский барак. Когда мы туда зашли, мои нервы больше не выдержали. У меня сперло дыхание, и слезы начали меня душить. Туда свели еврейских детей разных возрастов. На них, как на кроликах, производили какие-то эксперименты. Я видел парня лет 14, которому с какой-то научной целью впрыснули в вену керосин. Потом у него вырезали кусок тела и послали в Берлин, в лабораторию. Ему же вставили другой кусок тела. Сейчас он лежит в госпитале, весь в глубоких гниющих язвах, и ничего с ним сделать нельзя. По лагерю ходит красивая девушка, молодая, но умалишенная. Я вообще поражаюсь, как эти люди, которых мы видели, не сошли все с ума. Да, если до сих пор мы освобождали лагеря смерти, то асфенцем можно по праву назвать город поголовно-массового истребления неповинного народа. До 15 миллионов человек они здесь истребили. Нинуся, родная моя, может я и не должен был тебе писать этого, но поверь, я не могу не поделиться с тобой. Четвертый день, как не ем, спать не могу, я даже смеяться перестал. Я серьезно заболел, словно рассудком тронулся. Как жаль, что я не обладаю даром слова и не владею пером. А то я бы все это, что видел, описал бы и в печать, чтобы все читали, чтобы все знали, что такое немец. Ибо до сих пор мы еще, оказывается, по-настоящему не изучили этих двухногих зверей. Теперь я только убедился, как бледно описывают в печати наши репортеры все ужасы и кошмары, чинимые немецкими зверьми, ведь если описывать простыми словами то, что я видел, так люди бы, читая, рыдали. Итак, прочитали, вспомнили. И это мы только читаем, хронику смотрим, своими глазами не видели. Но даже этого достаточно, друзья, чтобы волосы встали дыбом. Помните, недавно говорили в одном из роликов про Дахау? Про то, как у американских солдат там крыша потекла от увиденного. И это прошу заметить у американцев, которые четыре года подряд с немцами не воевали и вообще к немцам особой неприязни не испытывали. Немцы их жен и детей в рабство не угоняли, города американские не бомбили, в оккупации не держали. Но от увиденного в Дахау хватило, чтобы у американцев случился моральный перекос, и они начали заниматься самосудом. Но у наших солдат и офицеров было гораздо больше морального права на самосудие в Освенциме. Но никаких массовых расправ над немцами и охранниками лагеря там не было. Что это как негуманизм и правосудие даже над такими чудовищами? А сейчас нас уже который год убеждают. А чего вы носитесь со своей победы? Забудьте! Примиритесь с прошлым. Примиритесь с врагами, которые ни в чем не раскаялись. Откажитесь от предков, ведь это была просто война. Примиритесь! Поставьте памятники атаману Шкуро и генералу Краснову, которые помогали устраивать геноцид и промышленные казни на своей же бывшей земле. Да вот нет, не примиримся! Да вот нет, будем помнить и победу, и предков. Потому что отлично знаем, что стоит только нам забыть, как вы сразу же снимете кино про бедную и милую фотомодель Дженни Баркман, которая просто любила сжигать в крематории маленьких детей, а злые чекисты сломали ей жизнь и не дали сесть на поезд в Гденске. Вы сразу же снимете кино про веселый трудовой бойцкаутский лагерь в Саласпилсе, забыв упомянуть о том, что это был лагерь смерти для тысячи детей. Вас же хлебом не корми! Холокост любите отрицать! Массовое уничтожение советского населения немцами, их прихлебниками! У вас же вместо правды только толерантность! Вот только в данном случае толерантность – это болезнь, с которой организм перестает бороться, а наш организм еще поборется. Все мы знаем слова о том, что дьявол больше всего на свете хочет, чтобы в него не верили. Тогда он сможет продолжать спокойно разлагать души. Так и нам тоже говорят, что ничего не происходит. Выставляет нас фанатичными адептами Старой Победы и шепчет тихо «Примиритесь». Нет уж, у преступлений нацизма нет срока давности. Значит, и у Победы над нацизмом тоже нет срока давности. Самые большие преступления и кошмарные вещи происходят в мире от равнодушия. А мы не будем равнодушными. Субтитры создавал DimaTorzok